Теплая погода, свежий воздух и водоем под боком. Так отдыхать любят, пожалуй, все. А вот и обратная сторона. Бутылки, упаковки и многое другое. Вот то, что оставили после себя отдыхающие. После таких посиделок живописные места теряют свой первозданный облик. Груда бытового мусора в прибрежной полосе Амеревского карьера и в самом водоеме. Очистить зону отдыха решили в преддверии Международного дня очистки водоемов, который отмечается в первую субботу и воскресенье июня. Мы планируем собрать весь мусор, который находится в прибрежной полосе данного водоема. Сколько его, это зависит от наших жителей. К сожалению, менталитет нашего населения такой, что пришел, отдохнул, ушел и оставил. Сражаться с последствиями такого отдыха жители решили совместными усилиями. За чистоту водоема боролись активисты Московского областного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Дайверы, губоморские ангелы и многие другие. Такая практика для них – дело привычное. Мы с ребятами, с друзьями ездили на водоемы, то есть в любое, то есть не обязательно это как в выходной день. Мы ездили, ныряли и вынимали мусор. Так у нас появилась наша идея по нашему проекту, который мы подавали, победили с ним в прошлом году на премии губернатора. Амиревский карьер активисты выбрали не случайно. Водоем пользуется спросом и у отдыхающих, и у дайверов. Последней грустью отмечают – мусора на дне много. Ладно рыбы, да. Нам, дайверам, очень неприятно плавать. В куче бутылок, мусора, стульев, столов. В конце концов, посещают дети, посещают люди, которые не видят, что у них под ногами. Это травмы, это порезы, это переломы и так далее и тому подобное. Большие пакеты приносят и те, кто очищает прибрежную зону. В общей сложности в очистке амиревского карьера приняли участие более 30 дайверов. Еще порядка 70 активистов прочесывали берег. Общими усилиями удалось собрать множество мусора. Все участники масштабной уборки отмечают. Хотелось бы, чтобы сохранить результаты такого труда. Удалось как можно дольше. Дарья Соснегова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».